Вебинар проводим от агентства Retail Practic Management. Еще ни разу не рассказывала всю историю, но хочу в этот раз с вами поделиться. Агентство было создано почти три года назад. Тремя людьми, двое из которых имели практически опыт работы в крупном российском ритейле, один человек, объединивший нас под совместные идеи, возможности делиться своим опытом и знаниями и жить этой возможностью. Для меня это стало реализацией моей потребности постоянного общения с большой аудиторией и продолжением познавания и расширения своего кругозора в России и за ее пределами. Сейчас в агентстве уже больше экспертов, все они имеют то или иное отношение к ритейлу, но в разной части ведения этого бизнеса. Если вам нужна экспертиза в той или иной области ритейла, обращайтесь в агентство, оставляйте заявку, и вам предложат специалиста в этой области. Подробнее обо мне, с кем я не знакома, меня зовут Анна Тищенко. Более 19 лет у меня уже практического опыта работы в ритейле, 12 из которых я работала в крупном федеральном ритейле, и 5 – это региональная сеть. Я благодарна тому опыту, который я получила, и тем знаниями на сегодняшний момент. Я с радостью делюсь ими для того, чтобы сделать свой вклад в развитие розничной торговли в России. Чтобы я познакомилась с вами, я тоже хочу задать вам несколько вопросов. Они традиционные в нашем вебинаре, но я прошу вас на них ответить, и те, кто не успел подключиться, уже смогут подключиться. Первое – это сфера деятельности, ритейл, магазин. Сейчас это уже оффлайн или онлайн. Поставщики, а, выделили ему отдельный вопрос. Поставщики, IT, консалтинг или другое. На опрос мы тратим не более 1 минуты. Пожалуйста, отметьте, в какой сфере деятельности вы относитесь. Вообще, либо не работает, но почему-то... А, у меня не добавляются голоса. 81.0 проголосовавших. В чате, наверное, вы пишете, что поставщик-поставщик другое. У нас есть возможность голосования прямо в вебинаре, чтобы мы итогово увидели. Очень рада приветствовать коллег и поставщиков. Завершим голосование. Пусть пока не все проголосовали, но уже понятное распределение. Мой опыт, конечно, больше связан с продуктовым ритейлом, но уверена, что есть и коллеги с непродуктового ритейла, с которыми сегодня я поделюсь своей практикой. Приветствую, Екатерина. Да, вас тоже приветствую. Завершаем голосование по первому вопросу. Второй вопрос будет относиться... Слушали ли вы... Открываю, чтобы не перепутать. Были ли вы слушатели моих вебинаров ранее? Конечно, каждый раз начинаем... Да или нет. Конечно, каждый раз нужно говорить о начальной теории, но потом мы переходим к тому вопросу, который на сегодняшний момент мы планировали обсудить. Голосование, пожалуйста, голосуйте прямо в вебинаре. Я вижу ваши ответы, конечно, в чате. Нет, нет, это хорошо. Значит, мое вступительное слово тоже будет не менее важно. Тоже тратим одну минуту... ...на то, чтобы со всеми познакомиться. Спасибо вам. Завершаем это голосование. И последний, третий вопрос. Проходили ли вы обучение категорийному менеджменту у меня или у других тренеров начать голосование? Управление ассортиментом – это один из основных процессов в категорийном менеджменте. И так как я уже более семи лет практикую категорийный менеджмент, являлась директором департамента категорийного менеджмента по всей стране, считаю, что эта наука, которая нашла свое широкое применение в розничной торговле, помогает нам повышать свою эффективность и отвечать основным запросам наших покупателей. Уже практически завершаем голосование. Немножко дальше вступительных слов. Вебинар называется «Антикризисное управление ассортиментом». О кризисе уже все слышали, и у многих вопрос, что делать. Спасибо вам за то, что вы нашли время в этом усилившемся потоке информации в интернете на посещение моего вебинара, нашего вебинара. Что делать в этой ситуации? Как мы должны держать руку на контроле? Как выстроить систему, которая позволяет нам принимать эффективные решения, исключить ненужную информацию, смотреть, при этом впитывать максимально информацию с рынка и обратную связь от покупателя, чтобы не потерять связь с теми событиями, которые на сегодняшний момент происходят, и с тем, как они влияют на спрос покупателя и ситуацию в целом в рознице. Я вам скажу, буду рассказывать, как я уже говорила, на примере продуктов питания, но на самом деле наука категорийный менеджмент, пришедшая к нам изначально от поставщика по одной версии, второе – это по развитию IT-продукта, по внедрению IT-продукта. Ее основной принцип строится на том, что деятельность по управлению ассортимента мы разделяем по категориям, и вся наша философия в том, чтобы повысить максимальную эффективность каждой категории внутри нашего бизнеса. Основные функции, которые мы выделяем, аналитическая, управленческая, сбытовая и прогнозная, но то, что на сегодняшний момент ситуация у нас оперативно меняется, говорит о том, что мы вынуждены во многих случаях отказаться от ранее выработанных стратегий и оперативно принимать решения по более короткому аналитическому периоду. Более детально все процессы категорийного менеджмента вместе с другими экспертами мы планировали уже более чем год разобрать на конференции категорийного менеджмента «Белые ночи». Мероприятие изначально планировалось офлайн в Санкт-Петербурге в июне, но на сегодняшний момент мы оперативно принимаем вызов времени и переводим ее в онлайн. Будет оно проходить 27 июня, один день, с возможностью выбора той информации, которая вам будет наиболее интересна и с общим блоком. Ссылка на мероприятие расположена сейчас, вы видите в чате. Пожалуйста, заходите, регистрируйтесь и получайте информацию до мероприятия и знания, и новые навыки в рамках его. Немножко из теории. То, о чем я говорила, чтобы сконцентрироваться на действиях, которые мы на сегодняшний момент и всегда можем сделать в ассортименте, а должны делать в ассортименте, мы поговорим о стандартной модели категорийного менеджмента. Есть стратегическая часть стандартной модели категорийного менеджмента среди восьми шагов, определение категории и их ролей в магазине. И есть та часть, которая повторяется циклически уже в рамках работы категорийного менеджмента. Это оценка в целом категории, оценка целей, которые стоят по категории, стратегия категории, вырабатывание тактических шагов, внедрение, оценка результата и возвращение обратно на первый цикл. В результате работы категорийного менеджера часто мы слышим такое понятие, как защита категории, я называю это подготовкой презентации стратегии по категории с целью получения ресурсов. То есть когда категория показывает, какую эффективность, какой результат она принесет до сети, и мы можем перераспределить наши ресурсы внутри компании в пользу того, что наиболее важно для покупателя и наиболее эффективно для нас. Защите категории будет посвящен вебинар 27 мая. Следите, пожалуйста, за информацией на retail.ru. Мы также вас приглашаем его посетить. Роли классификатора, то есть определение категории, на самом деле нельзя передавать, недооценивать значение этого шага, потому что ошибки в определении категории, то есть какие товары, каким категориям мы будем в нашем магазине относить, в нашей торговой точке, в нашей розничной торговле, может повлечь ошибки в принятии решения и достижении тех целевых показателей, которые мы перед собой ставим. Также это может повлечь ошибки, ну или недопонимание покупателя, потому что категорийный менеджмент – это в первую очередь то, что мы должны смотреть на наше предложение глазами покупателя, но в целях, поставленных перед компанией, проводить работу по повышению эффективности. Поэтому создание правильного классификатора, индивидуального для каждого магазина, с учетом запроса его покупателям, дерева принятия решения покупателя, но для того, чтобы мы имели возможность сопоставлять данные с рынком, нужно, конечно, учитывать и структуру розничных предложений производителей, поставщиков. Поэтому, учитывая, что среди нас тоже немного, но есть поставщики, я считаю, что для вас это тоже полезно делать со своей категорией или делать совместно это с представителями сети, для того, чтобы именно увидеть, каким категориям, какой магазин или сеть отдает предпочтение, и отвечать оперативно и адекватно на их запросы своими предложениями. Роли и цели категорий. Роли категории, мы считаем, что первостепенно антикризисность в управлении ассортимента. Я сказала, что нужно сначала немножко теории, чтобы вам объяснить, как системные шаги мы должны предпринимать. Спасибо за вопрос, Андрей, для того, чтобы реагировать правильно на ситуацию. Роли категории никто не отменяет. Роли категории – это роли категории в корзине покупателя, в восприятии покупателя в магазине. Если мы недооценим с вами или своевременно не пересмотрим роли категории, то есть те, которые раньше могли не являться важными для покупателя, не поставим на сегодняшний момент на контроль или приоритетность, мы можем своевременно не ответить на запросы, изменившиеся запросы покупателя. На самом деле я тоже в определенный период могла бы пренебрегала этим этапом в анализе ассортимента. Но нельзя рассмотреть изменения в ассортименте, не учитывая роли категории, подкатегории и самих позиций в ассортименте той или иной категории. Поэтому кратко, очень кратко я восстанавливаю ту основную информацию, которую вы также получите потом в презентации, чтобы вы также не забывали про этот шаг. Определение роли категории в первую очередь, на что я предлагаю обосновываться, если говорить про свои внутренние данные и на экспертное мнение, это доля товаров категории или подкатегории в чеке и возможное отличие, можем ли мы сделать лучшее предложение для покупателя. Также, если у нас нет внешних данных или нет экспертного мнения, можно основываться на, как и предлагается во многих решениях, на вкладе категории в ваш результат. Но покупателей много. Я здесь привожу классическую информацию, сегментацию покупателей GFK. Как минимум мы выделяем 8 здесь сегментов покупателей, и у каждого сегмента покупателей будет свой взгляд на роли и цели категории в вашей рознице. Определение цели – это уже внутренняя задача. То есть те категории товара, которые приносят нам больше доход, больше продажи, конечно, мы их считаем в первую очередь приоритетными. Но нельзя забывать о тех категориях, которые в этот момент могут не приносить или раньше не приносили вам весомую долю в товарообороте. И если мы в рамках изменяющейся, активной, быстрой ситуации не пересмотрим свои цели по каждому, по категории, по товару или по подкатегории, то мы можем отстать от наших конкурентов и не ответить правильно на изменяющуюся ситуацию своим предложениям. Современный ритейл – это сервис. Даже если мы говорим о кризисе, о тех изменениях, которые сейчас происходят в стране и в жизни покупателя, он в любом случае реагирует на сервис, предоставляемый в магазине, требовательно и на самом деле даже на сегодняшний момент более чувствительно. Если сейчас он не находит какой-то или иной товар, он более, учитывая и другие влияющие на его эмоциональное состояние факторы, он может реагировать более негативно. И так как сейчас он больше ограничен территориально, и выбор у него становится более узкий среди ваших прямых конкурентов, неважно, говорим мы сейчас про магазины оффлайн или онлайн, потому что в онлайн тоже все игроки в рамках той или иной территории, играющей на… предлагающей свою услугу покупателю, являются прямыми конкурентами. Да, он может выбирать относительно того, насколько это выгодно ему по цене, но на самом деле, если говорить про сервис в магазине, то он еще может вернуться туда, то в интернет покупки, если он платит за доставку или он ждет эту доставку, он очень болезненно реагирует на отсутствие или неполное предложение, покрывающее его потребности. Розничная торговля, она на сегодняшний момент является, и я то, что всегда доносила, это сервис по доставке, пусть это либо через магазин, либо сейчас прямую сервис по доставке, конечному покупателю того, что закрывает его потребности. Лучший сервис, лучшее вознаграждение. И вот, соответственно, одной из основных составляющих, о которой мы на сегодняшний момент говорим, это определение ассортимента, управление ассортиментом. Из чего я его считаю нужно, на чем оно должно основываться? Ну, конечно, если мы говорим про онлайн-магазин, то у нас тоже есть то или иное пространство, на котором мы... Я сейчас уже не буду говорить про маркетплейсы, если вы смотрели предыдущий вебинар, то это другая ситуация. Вот на Retail.ru я сейчас говорю про интернет-магазин или про оффлайн-магазин. В любом случае мы ограничены тем пространством либо хранения, либо представленности товара. Соответственно, категорийный менеджер задается первым вопросом, сколько пространства или сколько места для хранения моего ассортимента мне предоставлено. И как адаптировать ассортимент под это пространство, которым я располагаю. Дело в том, что если мы говорим про оффлайн-магазин, то покупатель не видит того, что вы запланировали и не смогли представить на полках. Для покупателя именно видит наш магазин и сравнивает его с конкурентами только тем, что он действительно увидел в торговом зале. Если говорим мы про онлайн-торговлю, там аналогичным значением является, смогли ли мы обеспечить доставку всего того ассортимента, который мы ему изначально предложили. И как мы реализовали сервис, либо по замене, либо по аналогам. Поэтому ассортимент, который нам очень важно планировать и контролировать, ассортимент, который помогает нам увеличивать продажи, увеличивать прибыль, но главное не терять наших покупателей. Ассортиментная матрица должна быть четко актуализирована. Да, некоторые говорят про то, что а нужна ли матрица магазину. Если мы говорим о просто фиксированной матрице идентичного набора позиций среди всех магазинов, торговых точек, то это нельзя, конечно, говорить, что она должна быть фиксирована вне зависимости от того, в какой локации, в каком окружении находится магазин. Но матрица в любом случае существует ассортимент. Ассортимент – это то, что видит наш покупатель в магазине. Он видит наш общий ассортимент, который, если мы торговая сеть, мы представляем во всех наших торговых точках, видит производственный ассортимент, который отличается в зависимости от того предложения и того, как мы его успели представить на полке. И локальный ассортимент, который, возможно, если мы работаем с местными представителями производительных поставщиков, то мы, соответственно, также от территории к территории представляем его разной. И он также может отличаться в рамках одного города, одного региона, потому что хлебозаводы, потому что фермерские продукты, если мы имеем возможность его туда добавлять и предоставлять, он будет этим тоже находиться в рамках ассортиментной матрицы. Сезонный ассортимент, сырье для собственного производства, ну, чаще всего оно, в первую очередь, оно должно быть недоступно для продажи, но какие-то позиции, на самом деле, сейчас, когда люди больше готовят дома, выносят в ассортимент. И какие-то исключения. Дополнительно это акционные или товары рекламных мероприятий и товары разнарядок, которые, ну, если мы какой-то товар приобрели и считаем, что нужно его представить в магазине, мы разово или по каким-то другим задачам представляем в тот или иной период. Так вот, в чем же антикризисность управления ассортиментом? Кризис – это, в первую очередь, переворот. Переворот – переход из одного состояния в другого. Переломное состояние, при котором существующие средства достижения цели, то есть или ранее принятые нами решения, могут уже не работать. И как же нам именно в этой ситуации обеспечить ту оптимальную матрицу в магазине? На самом деле, много слушаю и вижу информации, которая на сегодняшний момент имеет место и в интернете, и на других ресурсах. Антикризисное управление ассортимента – это не то, что мы должны срочно что-то навыводить, ну, как бы добавить или исключить из ассортимента. Дело в том, что в этой ситуации, когда мы не можем, на самом деле, я понимаю, что делают люди прогнозы, говоря, что они прогнозы делали неблагодарное, но мы не можем принимать непроверенные, непросчитанные решения, потому что цена этих решений на сегодняшний момент становится более острой, более высокой. Поэтому здесь очень важно каждое решение просчитывать. И та ассортиментная матрица, которую мы представим в магазине, она будет всегда состоять из того, что у нас на сегодняшний момент есть в ассортименте, что мы с вами добавили в ассортимент, и, к сожалению, да, из того, что у нас осталось после неправильно принятых или срочно принятых решений. Поэтому контроль и типизация ассортимента конкретной каждой позиции матрицы, к чему она относится, к тому, что это уже товар, который мы не считаем, что он должен быть предложен покупателю, или новый продукт, или то, что мы на сегодняшний момент хотим ему предложить в рамках того или иного маркетингового предложения, очень приобретает новую остроту и является очень важным вопросом в работе каждой компании. Увеличение дохода продаж ассортимента мы должны просчитывать, какими математическими инструментами пользуется закупщик или категорийный менеджер при управлении ассортиментом, при управлении. Может быть, кто-то мне подскажет в чате. В принципе, я отобразила это на слайдах, и это, ну, можно сказать, каждый должен знать. Им пользуются и поставщики, и сети, но в первую очередь, как бы мы ни говорили, основой во многих аналитических инструментах, основой в большинстве анализов для принятия решения является... Никто не стал отвечать, надеюсь, что это не означает, что никто не слушает. АБЦ-анализ. АБЦ-анализ – это, как я говорю, найти точку, на которой, ну, или там, найти решение, на котором мы сейчас, сконцентрировавшись, найдем, получим максимальный результат. То есть простой АБЦ-анализ делается там по одному набору объектов, правильнее, конечно, ну, сложный АБЦ-анализ, кросс-анализ позволяет нам принять наиболее точные решения. Поэтому то, что мы, то, что я вам показывала раньше, про роли, это два одних, ну, как бы, анализ по двум показателям роли для покупателя. Чек, соответственно, и тот подход дифференцированный, или доля в продажах, на который мы получаем. Если мы говорим про цели для компании, то мы ставим уже продажи в деньгах и тот доход, который, маржинальность, который мы получаем от реализации товара, позиций. И на каком здесь, на каком блоке важно сконцентрироваться? Дело в том, что в классической схеме категорийного менеджмента мы берем наиболее длительный период, отражающий все сезонные изменения. Как я говорила на вебинаре в конце года, когда мы говорили о целевых показателях, когда мы ставили его целевые показатели по году, используя индексы или сезонные коэффициенты, то на сегодняшний момент в рамках изменения, быстрого изменения спроса, быстрого изменения в конкурентном окружении, мы должны работать с этими показателями в оперативном режиме. И наиболее важными для нас будут вот эти будущие нишевые позиции, которые еще очень маленькие в доле в обороте, демонстрируют наибольший рост, то есть наибольшую динамику в росте продаж и приносят нам доход выше среднего. То есть не все позиции в данном случае будут для нас одинаковые, низкооборотные позиции с ограниченной привлекательностью, то есть по доходу, и им нужно искать замену, расширяя через, или искать аналоги, и нельзя ни в коем случае реагировать на то, что если какой-то товар там оказался, и если мы не проверили, что возможность альтернативы, товар или категория, если мы не имеем альтернативных предложений для покупателя, других предложений для покупателя, нельзя сразу от них отказываться. Но о том, какие показатели конкретно использовать и каким путем идти, шаги, я расскажу вам чуть дальше. Сложность ассортимента тоже является важной для покупателя, то есть мы говорим о том, что если мы закрывали его до более широких потребностей, то покупатель делал выбор на пользу нашего магазина при более широкой возможности посещения конкурентов. Сейчас усиливается, ну, в рамках введенного режима усилилась конкуренция именно с ближайшими торговыми точками или с ближайшими нам конкурентами. Я всегда считаю, что надо выделять конкурентов в целом форматных для нас, конкурентов территориальных, которые рядом с нами находятся, и специализированных. Так вот сейчас влияние конкурентов формат, не форматных, а именно территориальных и специализированных, усилилось в разы. Но, учитывая, что мы также испытываем давление от ситуации на нашем бизнесе, нам нужно находиться между, вот я выделила зеленой частью, когда мы положительной стороной низкой сложности ассортимента, когда мы имеем постоянное предложение по тем товарам, которые покупатель видит необходимым в покупке у нас. Мы обеспечиваем именно их высокую доступность и наличие в любой момент. И при этом мы должны иметь, держать руку на пульсе и контролировать, чтобы ширина ассортимента или представленность тех категорий, которые останавливаются в реализации, то есть оказывают высокое давление на наши операционные затраты, то мы должны оперативно принимать решения и, ну, как минимум, заканчивать пополнение этих товаров. То есть, возможно, они должны у нас стать по типу, либо, может быть, временно выведенными, либо приостановленными, то есть они как бы становятся отгрузками по дополнительным разнарядкам, ну, то есть в постоянном притоке, исходя из средних продаж длительного прошлого периода, нужно быть с ними более осторожными. Поэтому сложность ассортимента, в ней нужно балансировать между ограниченным ассортиментом на основе покупательских предпочтений и тем закрытием тех новых потребностей, которые на сегодняшний момент возникают у покупателя, исходя из сложившейся ситуации. Но при этом важно не забывать об обновлении ассортимента, потому что те новые товары, когда, например, в нашей локации закрываются непродовольственные магазины, и, как я уже говорила, вот эти будущие нишевые категории начинают демонстрировать у нас быстрый рост ввиду того, что пусть не большая категория, но закрывающая необходимую покупателю потребность в дополнительном ассортименте и должна быть нами представлена в магазинах, потому что иначе он будет вынужден расширять свой круг, опять же, наш круг конкурентов. Мы должны оперативно отслеживать новинки. Вот здесь я считаю, что мы заменяем новинки и в целом новинки рынка, и новые для нас категории и товары. На самом деле, этот вебинар был запланирован более полугода назад, и я долго смотрела, насколько я должна изменить правила того, на что обращаем внимание, с учетом кризиса. Я не считаю, что принимание, принятие оперативных решений на просто предположениях и гипотезах имеет место быть в категорийном менеджменте. Мы, все наши решения должны быть основаны на цифрах, только период анализа здесь короче. Если в классическом варианте я бы говорила о том, что нужно взять по категориям с ярко выраженной сезонностью в категории не менее 12 месяцев, проанализировать или минимум трехмесячный период для анализа, то здесь, как мы правильно видим и как оперативно делятся информации внешние и внутренние источники, анализ мы вынуждены проводить, мы должны проводить. В периоде один месяц с делением, как раз если раньше был деление год на месяца, то сейчас недельная динамика по категориям. И это будет нам отображать, на что нужно обратить внимание, чего хватает и не хватает. И мое любимое значение, не буду предавать этому принижающей важности, низкой важности, это доступность товара в ассортименте. Мы можем с вами вносить изменения сколько угодно в ассортимент нашей категории, но если наши решения не сопровождаются оперативным отражением их в магазине, то мы с вами отрабатываем свои деньги или свою зарплату, но не предлагаем, не делаем решающие действия для бизнеса. Что же такое количество, доступность товара? Это когда количество товара на полке соответствует ассортименту, то есть количество позиций товарных на полке соответствует запланированному ассортименту в нашей ассортиментной матрице магазина. Дело в том, что принятые оперативные решения могут не находить быстрого отражения в ассортименте магазина, потому что у нас, как всегда, я говорила, про длинное плечо поставки, про неудобные или сложные схемы поставки, большие кванты, когда у нас не успевает пересчет или не успевает рассчитываться, оборачиваться, точнее, товар, мы имеем остатки, которые уже не подходят покупателю, и некорректные остатки в магазине. То есть работа над доступностью ассортимента, как я уже говорила ранее, о том, что покупатель более стал чувствителен, и он более требовательен к тому близкому магазину, который на сегодняшний момент, или к тому сервису, который представляется в его регионе, мы должны акцентировать больше внимания на том, чтобы в магазинах был именно тот товар, который мы запланировали. На самом деле, даже применимо к вопросу, а что же делать с тем, что не продается, я благодарна, когда мне была посоветована книга «Я так и знал по теории ограничений», вплоть до того, что мы вывозим ненужный товар из магазина. Таким образом, если мы говорим о том, что управление ассортиментом – это постоянное сопоставление внешней информации и внутренних данных магазина, внутренней аналитики, я вам привожу пример, на что обратить внимание. Куда вывозим? Вывозим. Александр, спасибо за вопрос, прокомментирую чуть попозже, потому что мы на него будем отвечать в части «Что делать дальше с остатками?». Какие показатели я предлагаю сопоставлять? Это для меня вот такая короткая справка, когда я смотрю изменения внешних, внешние и внутренние. Про внешние изменения, на которые я считаю, нужно обратить внимание. В части покупателя мы видим, где на сегодняшний момент, как я уже сказала, с увеличивающим потоком информации в интернете нам всем стало доступно. Есть площадки, которые, в принципе, открыли даже свои платные подписки, сделали бесплатными или стали больше выдавать, более часто выдавать информацию по динамике тех или иных категорий. То есть, видя о том, как меняется спрос по категориям покупателя по внешним данным, какие показатели внутри нам нужно проанализировать. В первую очередь, это динамика проникновения, доля категорий, доля товаров в чеке. На самом деле, считаю, что впрямую можно принимать решение от того, что если мы с вами анализируем еженедельно или ежемесячно, если, к сожалению, нет еженедельной возможности, динамику по категории в чеке и длину чека по категории, то есть, сколько позиций, насколько более, опять же, это возможно, только при условии обеспечения высокой доступности ассортимента. Потому что, когда мы говорим о том, что мы смотрим на проникновение категории в чек, и мы должны на основе этого принять решение, но у нас не было товара, то это тоже будут грязные данные, которые не позволят нам принять эффективное решение. Так вот, если категория или товар, или подкатегория останавливается или падает в проникновение в чек, мы должны посмотреть, если у нас была обеспечена доступность этого ассортимента, то эти категории могут относиться к тому, что мы должны их пересмотреть на сокращение, чуть дальше подробнее по позиционному анализу я вам предложу, или, как я сказала, к вывозу. Ну, на сегодняшний момент мы, конечно, имеем две возможности вывоза. Есть компания, у которой есть распределительный центр, и тогда, конечно, мы можем их вывести на распределительный центр, но это будет тем же дополнительным давлением на наши издержки. Поэтому в идеале, если этот товар можно вернуть производителю, да, сейчас вы зададите вопрос, а при чем здесь, да, почему производитель должен понести сейчас эти издержки. Разумеется, в этой ситуации нельзя все переложить только на плечи сетей. Об этом говорили и в первом антикризисном совещании, наши коллеги на РБК. И в последующем, что нужно искать возможности. То есть если, конечно, этот товар мы не можем согласовать к возврату поставщику, если у него нет ни маркетплейсов, то есть если мы рочный магазин, у нас нет маркетплейсов, у нас нет возможности доставки, товар встал, он оказывает давление на наши издержки. Если мы не можем его туда вернуть, то, в принципе, мы можем его распродать. Но распродать мы на самом деле в то же время, распродавая товар, который на сегодняшний момент не нужен покупателю, мы откладываем еще и в будущем, уменьшаем его продажи. Потому что сейчас он, купив этот товар или закрыв эту свою потребность, учитывая сокращившуюся или более снизившуюся свою покупательскую способность, также негативно повлияет и в будущем на продажи той или иной категории. Поэтому для того, чтобы обеспечить покупателю доступность нужного ему ассортимента, как кризисные решения, антикризисные, мы убираем этот товар с предложения или из магазинов, если он полностью настаивается, либо распродаем. Распродаем, потому что лучше, если потребность покупателя в той или иной категории снизилась, то далее предлагать ее, когда он уже будет ограничен в своих возможностях, нет смысла откладывать. Оно потом может и не восстановиться. Но это самый жесткий вариант. Если мы говорим в целом просто по сокращению, променьшению доли категории в чеках, то мы должны рассмотреть ее попозиционно, по тому анализу, который далее я предложу, к изменению. То есть какие-то особенные, более широкие потребности мы должны будем исключить, а, соответственно, товары, которые увеличиваются в проникновении в чек или увеличиваются доли в чеках, мы должны будем расширить. И, точнее, не расширить, а обеспечить их более высокую доступность в магазине. На самом деле, при том, что средний чек увеличивается, а частота покупки в нынешней ситуации сокращается, это напрямую отражает то, что нам необходимо пересматривать ассортимент в потребностях, по категориям, и в доли в чеках, которую каждая категория имеет на сегодняшний момент более часто и выносить те категории, которые сейчас подемонстрируют наибольшее падение, в первый анализ. Какие внешние данные по конкурентам? Мы понимаем, что внедряются те или иные ограничения или пособнения по работе конкурентов. Некоторые конкуренты перепроферировались, добавили свои непродуктовые магазины или магазины, где не было товара первой необходимости, товара первой необходимости. Также это повлияло и на наши товарные запасы и проникновение этих категорий в наши чеки. Здесь очень хорошо, если мы можем анализировать, у нас есть уже ранее подготовленная система, ранее внедренный анализ, чтобы проверить динамику реализации с квадратного метра не только в целом магазина, но и тех или иных категорий. Дело в том, что добавление в специализированные магазины, такие как алкомаркеты или непродовольственные магазины, усиление их товарами первой необходимости, напрямую отразится в том числе и в нашей реализации, если мы возьмем общие продажи категории на наш метраж. Часто мне задают вопрос, нужно ли вымерять 7 сантиметра полки для того, чтобы планировать выкладку, да, нужны стеллажи, нужно количество полок, полочное пространство. Но если мы хотим ввести просто оценочный показатель в виде реализации с метра квадратного, то здесь достаточно общую нашу реализацию по каждым категориям и делить на единый показатель. Если, конечно, мы не вносим изменения в ассортимент. Доля промо. Как же она отражает изменения конкуренции? Доля промо отражается на изменения, будет показывать там изменения конкуренции в части того, что магазины, добавившие непрофильный ассортимент или изменившие свое предложение, также для привлечения покупателя будет делать на них специальные предценовые предложения. И таким образом, если мы ранее эту категорию в наших непрофильных, неформатных или конкурентах не специализированных не оценивали, то на сегодняшний момент эта доля промо будет для нас индикатором. Уменьшение доли промо в части ширины предложения в каждой категории естественный результат влияния нынешней ситуации. Потому что, если мы говорим о том, что раньше мы промо делали, в том числе для того, чтобы покупатель расширял свою покупку, то есть добавлял новые товары, пробовал, то на сегодняшний момент, когда он идет в магазин за закрытием конкретной потребности в рамках ограничения своей возможности, то излишняя доля промо будет только оказывать давление на наши магазины в виде больших остатков, в виде размытого предложения. Когда мы предлагаем товар не данного цена, он переключится на момент промо, то есть он возьмет товар среднего или среднего плюс ценового сегмента. Но мы не закроем нашу задачу, чтобы потом после промо он вернулся в эту категорию. Что касаемо поставщиков. Ограниченная доля, та доля, которую на сегодняшний момент топ-поставщиков выносили в наш результат, меняется и отображает ту картину, все ли альтернативные предложения мы на сегодняшний момент закрываем. Почему нужно также сопоставлять внешние и внутренние данные? Каждый производитель или каждый товар имеет свою дистрибьюцию. Товары, имеющие максимальную дистрибьюцию, да, они все время остаются у нас в топах. Но если мы не будем смотреть на внешние данные и пересчитывать их с учетом представленности товара у наших форматных, территориальных и даже уже теперь специализированных конкурентов, то мы не увидим полной картины, на какие продукты, на какие производители, на какие марки переключается покупатель. Таким образом, мы с вами можем находиться в той ситуации, что у нас, например, не так, как по рынку, растет та или иная категория. Но это просто отложенная реакция этой категории на то, что мы своевременно не изменили это предложение. И я уверена, уже совершенно новый взгляд на топ поставщиков, уже новый взгляд на то, что как выглядят те или иные категории, какую они долю занимают в корзине покупателя, мы же с вами будем видеть после того, как нынешняя ситуация ослаблась. Она не будет, это не будет очень быстро. И даже на самом деле восстановление потребностей, изменение потребностей покупателя, изменение предпочтений покупателя, они в любом случае отразятся именно сначала во внешней аналитике, но более слабо, если вы не оцениваете с учетом дистрибьюции. А те, кто, соответственно, сделают это с учетом дистрибьюции, они видят это более ярко. И почему я также считаю, что надо обязательно высчитывать, в прошлый раз были такие вопросы, что это пальцем в небо розничную закупочную инфляцию. Но пусть она приблизительная, но розничную закупочную инфляцию надо считать не только на те товары, на которые на сегодняшний момент мы подаем информацию в местные органы федеральной антимонопольной службы или на другие запросы. Дело в том, что среднею... У нас может измениться розничная инфляция, в том числе по нашему привычной нашей схеме ориентира, сколько стоит товар в целом на рынке. И мы можем отреагировать на не социально значимых товаров своей ценой на изменение рыночного предложения, но это может очень сильно повлиять на то, чтобы покупателю этот товар был покупателю интересен. Поэтому сейчас особенно важно не гнаться за доходом, а контролировать, чтобы розничная инфляция по скорости своей соответствовала закупочная инфляция. Она может у нас отличаться только в условиях того, что падение категории, тех или иных категорий, мы компенсируем изменением в среднем целевых показателей доходности на этой категории, но никак не может в разы отличаться от закупочной инфляции на тех категориях, где мы видим стабильный спрос от покупателя. То есть на самом деле, почему я замыкаю весь этот круг, то есть категории, которые идут с ростом, ну или сохраняют всю динамику по доле в чеке, должны иметь очень аккуратное отношение к соотношению розничной и закупочной инфляции, и по ним нужно, ну не то, чтобы отказываться от промо, но как минимум его поддерживать на том уровне, на котором оно было ранее. И контролировать доступность товара, потому что в том случае, если мы, предлагая ассортимент покупателю по хорошей цене, не представляем его в своих торговых точках, мы в любом случае будем иметь отрицательную динамику в том, что от нас может, можем иметь отрицательную динамику, потому что от нас уходит покупатель. А и более подробно об инструментах, как я уже говорила, и от других экспертов о том, как управлять не только процессом мнения ассортимента, но и в целом мы будем рассматривать на онлайн-конференции категории менеджмент белой ночи, а сейчас я хочу предложить вам именно несколько коротеньких таких пошаговых инструкций в анализе сначала в целом категории, а потом в попозиционном анализе ассортимента. На самом деле такой анализ может делать как сама сеть, так и представитель производителя-поставщика. Единственное, что, конечно, для производителя-поставщика это будет анализ, основанный на именно внешних данных и на том ассортименте, который сейчас представлен в сети. То есть если мы работаем с аналитикой, которую предлагают в целом по нашей категории, и выбирая только те позиции, которые представлены в том или ином магазине, с которым мы проводим аналитику. И мы точно исключаем здесь, понятно, что доходность по всем позициям, кроме нашим, для нас будет неопределена. Но однозначно, что для сети мы при анализе сразу исключаем ранее выведенный ассортимент, потому что его мы будем рассматривать уже в качестве нового в тот момент, когда будем смотреть, какие позиции добавлять. Определяем роли и цели позиций, роли конкретных позиций и строим ценовую архитектуру. В роли позиций я сейчас дальше покажу, как их определить с учетом вклада в доли в доход и доли в продажу. Убираем сначала из этих ассортимента позиций с низкими продажами и низкой маржой. Но, как мы говорим, только в том случае, если они не выполняют особой важной роли, то есть не закрывают какую-то потребность, которая у нас не закрывается позициями, имеющими более высокие продажи и маржинальный доход. То есть уникальные позиции мы тогда все равно оставляем. Оцениваем потенциал, если он высоким сохраняется, по товарам, то мы их оставляем, если он низкий, это как раз наши товары, которые потенциально нишевые или, соответственно, нишевые уже сейчас, по которым низкие продажи, но большая, более высокая маржа выше среднего. В данном случае потенциалом роста является динамика от периода к периоду сейчас, то есть нам нужно будет сравнить два, где товар находился сейчас и где находился ранее, и посмотреть на то, чтобы товар был в доходности выше среднего. Рассмотреть сокращение этих позиций, но учитывая те варианты, что мы еще раз не исключаем конкретные вкусы потребителя, которые мы не закроем при сокращении ассортимента. Следующим же шагом нам нужно будет посмотреть позиции с высокими продажами на рынке, то есть добавить внешние данные из тех источников, которые мы имеем, с учетом, конечно, дистрибьюции, которая разная у всех производителей. Добавить бестселлеры, то есть то, что закрывает конкретные потребности покупателя, которые у нас были ранее не закрыты. В частности, также, например, новые потребности мы ищем оттуда из данных внешних, о том, что те или иные категории или товары выросли в продажах в целом на рынке, но, возможно, были у нас не представлены. Изучаем, соответствует ли это нашей цели, стратегии. А стратегия – это та роль, которую категория имеет для покупателя, то есть приходит он к нам за ней в магазин, или она является обязательной для нашего магазина, или мы можем ее оценивать дополнительно. И цели, которые соответствуют целям внутри компании, что готовы ли мы нести те затраты на этой категории, которые принесет нам определенный финансовый результат. Добавляем эти новинки, и в данном случае у нас появляется новый ассортимент. После чего нам будет необходимо, конечно, понимать, что этот новый ассортимент принесет нам результат, который мы запланировали, только в той перспективе, что мы обеспечим его представленность на полках для нашего покупателя. Что определяет в данном случае доходность от продаж всей категории? Здесь будет определять первостепенно общее количество покупателей, которые у нас находятся в локации нашего магазина. То количество покупателей, которые мы разделяем с нашим конкурентом, то есть количество посетителей конкретно нашего магазина. Вот, количество покупателей, которые совершат покупку, и количество покупателей, которые конкретно будут делать покупки в нашей категории. Именно вот этот расчет дохода мы должны заложить, то, чтобы произвести с учетом имеющейся ситуации у нас в торговой точке и тех внешних для рыночных данных для того, чтобы рассчитать потенциальный доход, чтобы не добавлять позиции с доходом ниже среднего, чем уже имеются у нас категории, и опять же не совершить, ну, не ухудшить наши показатели. Исключения могут, как мы уже говорили ранее, составлять, я говорила ранее, только те позиции, закрывающие уникальные потребности нашего покупателя. Таким образом, коэффициенты, именно ассортимент, который мы на сегодняшний момент формируем, будет влиять на то, что сколько покупателей, придя в наш магазин, совершат в ней покупку. И если ассортимент, если будет ассортимент у нас, не соответствует потребностям покупателей, изменившимся, которые мы сейчас должны рассматривать, более частое сопоставление с внешними и внутренними данными, то мы имеем риски от тока покупателя более, чем он происходит. Грубо говоря, изменение трафика не только от изменения частоты потребления, частоты посещения торговой точки, но и изменения в целом уменьшения количества покупателей, которые будут к нам приходить. Но здесь также будет немаловажно, что покупатели видят еще раз, ассортимент только тот, который есть сейчас у нас в магазине. Поэтому, принимая решение в ассортименте, если мы не можем обеспечить высокую доступность товара, то есть это разовая продажа, то это уже не закрытие постоянной потребности покупателя, а разового привлечения, и значит потребность должна быть закрыта каким-то другим товаром. Если говорить про анализ конкретной полезности товара, то не все товары приносят именно доход в виде увеличения нашего общего значения в прибыльности категории. Как мы... Есть товары, которые приводят покупателя в нашу категорию, но они не дают нам роста прибыльности. Здесь у нас необходимо иметь аналоги, которыми и контролировать их наличие, чтобы покупатель, придя к нам в категорию, мог найти товары сопоставимые, но с большей доходностью. Поэтому в части шага подбора ассортимента мы обязательно должны делать ценовую модель, насколько наши позиции закрывают те дополнительные... дают нам дополнительные выгоды в доходе, которые мы несем на тех товарах, которые к нам приводят покупатели. Если говорить... К сожалению, у меня здесь обрезалось, у меня было еще 3-2 слайда. По анализу позиций в конкретном ассортименте категории, то анализ мы делаем на основе дохода и вклада в наш общий валовый доход и должны смотреть за динамикой этого вклада сейчас не в рамках периода пересмотра категории в течение года, а в короткий период в течение месяца и сопоставляя от недели к неделе. Я сейчас отвечу на вопросы, которые у нас добавились. Дополнительно мы бонусом высылаем в этот раз анализ по позиционной ассортименту, который я сейчас здесь озвучила, но будет представлен он в Excel. Я не считаю возможным добавлять презентацию таблицы Excel, но считаю, что этот анализ может быть заложен в аналитику, имеющийся у вас компанией и должен помогать вам регулярно оценивать эффективность позиций. Относительно вопросов, которые у нас были заданы. Сейчас доля промо уже зашкаливает и продолжает расти. Про долю промо магазинов включаются в промо войну, а это тупик. В фуде лояльность потребителей к сети – это уже миф. Где больше промо, туда и идут. Как считается, как при этом конкурировать, не снижая маржу. Доля промо растет в целом по тем категориям, по которым мы снижаем цены на позиции, которые были… На самом деле на сегодняшний момент в моем восприятии доля промо не растет. Она растет только там, где мы не успеваем за изменением ситуации. Дело в том, что наблюдая магазин на сегодняшний момент, покупатель не готов отказаться делать выбор в пользу магазина, где есть промо ассортимент, но нет регулярного ассортимента, закрывающего потребности. О чем я хочу здесь сказать? О том, что доля промо растет в первую очередь у нас сейчас по запросам производителей, потому что усиливается их конкуренция за то, чтобы успеть реализовать те или иные объемы на не… на товарах не первой необходимости. Если посмотреть на сегодняшний момент анализ промо, то у нас доля промо высокая в таких категориях, которые являются… ну, больше… на которых покупатель может сделать запас. И, на самом деле, он в рамках боязни повышения цены в неопределенности ситуации внешних, неопределенности ситуации, какими возможностями он будет обладать финансово и в будущем он уже сделал. Доля промо в целом, если вы сейчас построите, она на самом деле уже в конкретных категориях. Если мы сделаем пересчет на доступность, обязательную доступность, обязательного ассортимента и реализацию промо товаров, то мы увидим, что она как минимум остановилась, а в целом она снижается. Вы сейчас… ну, вот на самом деле можно сказать, что… откуда у меня такие данные? Данные… Данные основаны на том, что мы на сегодняшний момент крайне редко анализируем доступность регулярного ассортимента. Я полностью соглашаю, что есть фокус на промо. Промо – удобный инструмент для поставщика, поставщика в том числе продвинуть те товары, которые он в первую очередь хотел бы на сегодняшний момент реализовать. А сеть, она пользуется этим в части того, что она верит… ну, так сказать, не верит, а это ее единственный способ получить ту реальную цену на продукт. Если мы посмотрим аналитические внешние ресурсы, доверие покупателя при высоких скидках промо к торговой точке снижается. Сейчас покупатель больше дает отзыв и отклик на доступность ассортимента, говоря о том, что, да, вы предлагаете мне купить тот или иной продукт со скидкой 30-40%, но при этом я не могу купить продукт, который я покупала регулярно, и он находится, ну, как бы в среднем или низком ценовом сегменте. Поэтому, если мы сделаем перерасчет на сегодняшний момент, ассорти отдельно реализацию промо и реализацию регулярных товаров, я уверена, мы увидим, что доля промо не растет. Доля промо может расти только в тех категориях, в категориях, где мы просто не даем адекватный ценник на регулярный ассортимент. Есть форматы магазинов, которые, в принципе, не имеют промо, и при этом у них категории растут даже быстрее тех сетей, где мы продолжаем вкладываться в это, считая это единственной возможностью реализации товара. При этом не прогнозируем покупателей, приходя в магазины, реже. Не дают нам точно прогнозировать реализацию товара, что оказывает влияние на увеличение товарного запаса по тем или иным уже менее предсказуемым категориям. Я уверена, что если вы сейчас проанализируете свои продажи в категориях с высокой долей промо, вы увидите динамику роста среднедневного остатка за последние три месяца, четыре. И да, вы ответите, потому что этот товар нужен покупателю. Мы его завезли дополнительными объемами. Но это не так. Вы его завезли дополнительными объемами, но рост среднедневного остатка отображает именно то, что это уже больше, чем спрос на этот товар у покупателя. Поэтому я и рисовала этот взаимосвязанный круг, где мы понимаем то, что если категория уменьшается в доле в чеках, если у нее уменьшается реализация, вот не меняется же у нас метр магазины, реализация на квадратный метр, если при этом у нас растет доля промо, это неправильная ситуация. Мы должны ее корректировать. Чем интересен для клиента и лучший сервис, туда он и пойдет. Только ассортиментом на предложение. Чем он интересен для клиента, туда он и пойдет. Ассортиментное предложение на сегодняшний момент интересно покупателю там, где он закроет все свои основные потребности. На сегодняшний момент покупатель не может ни в силу ограничений, ни в силу того, что, я уверена, все перейдя на онлайн обучение, на онлайн работу, увидели о том, что времени больше у вас не появилось. И мы, соответственно, не появилось дополнительного времени ходить в магазин. Чем больше та точка, торговая точка, которая закрывает все наши основные потребности, не даже за исключением какого-то дополнительного ассортимента, который на самом деле в большинстве случаев и так уйдет из нашего списка покупок, она будет отвечать, получать наилучший результат. Но нужно контролировать, чтобы при росте доли промо, при вас не уменьшалось проникновение категории в чек и не уменьшался объем реализации с метра квадратного. Дальше. В каких же категориях доля промо не растет? В каких категориях доля промо не растет? Если сейчас говорить про доля промо в категории, это реализация товара в акцию от обычной реализации. Если вы сейчас хотите меня в целом спросить по рынку, потому что мы сами отвечаем на этот вопрос, мы сфокусировались на том, что конкурируем в первую очередь ценой. Но сейчас уже, если мы посмотрим на ответ покупателя рынку, он больше возмущается в том случае, когда он не может приобрести товар. Ответственность наша за представление наличия товара на полке, она на сегодняшний момент не ставится на первый план многими магазинами. Ну, я не могу просто приводить конкретные здесь примеры, являясь также самопокупателем. Но увеличение того количества позиций, сколько мы не получаем, даже заказывая его в интернете и обсуждая мы, отображает ровно то, что обещанный ассортимент не представлен нашими торговыми точками, нашими розничными сетями. И именно на этом, я считаю, нужно сфокусироваться или проверить сопоотношение того, что доля промо, растущая в категории, не уменьшает реализацию либо с квадратного метра, либо не уменьшает, не сопровождается уменьшением доли товара в чеке. Потому что если она... Доля промо уже 50%. Где конкретно в 50%? Доля промо во многих розничных сетях, она сейчас является достаточно стабильной. Если мы, конечно, опять же, в ассортименте, что вы считаете долю промо? Доля промо – это то, что представлено в каталоге, и это от общих продаж. Или это дополнительно с распродажами? Да, часто распродаж увеличилось. И правильно, те, кто делают... И правильно, те, кто делают... Те, кто не... Те, кто выделяют, распродают товар, остановившийся в реализации. Тогда доля именно скидок, товара со скидками будет увеличиваться. Относительно того, что я говорю о неросте доли промо, я считаю, что нужно обращаться к внешним данным. Я... Наша... Мы не являемся компанией, которая анализирует рынок на сегодняшний момент и дает информацию по... Статистическую информацию. Мы, наоборот, говорим о том, на что обратить внимание для того, чтобы принять взвешенные, правильные для вас решения. Как вы считаете, есть связь собственное производство, какой процент из уязантов товаров с добавленной стоимостью? Должно быть отношение мое к собственному производству. Собственное производство – это возможность отличаться от конкурента. Но это, к сожалению, как возможность отличаться в лучшую сторону, так и иногда возможность отличаться в худшую сторону. Собственное производство, оно должно быть сейчас, в первую очередь, компанией, которые имеют собственное производство на уровне закрытия покупательского потребности в посещении, в том, что он не готов сам дома приготовить, оно растет. Но если анализировать реализацию, ну, как бы долю в собственном производстве традиционных тех продуктов, тех товаров, которые покупатели могут приготовить дома, она, соответственно, либо стабильна, либо уменьшается. Но, опять же, делать выводы без конкретных цифр достаточно сложно. Но на что здесь, считаю, нужно обратить внимание? Ввиду изменения ситуации, что мы находимся на самоизоляции, находимся у себя дома, да, мы можем приготовить или готовы готовить, делать, готовить еду из составляющих. Поэтому собственное производство, как я говорила ранее, оно может даже вынесено в части составляющих продуктов собственного производства в основной ассортимент. Мы видим такой пример, как увеличение продаж товаров, товаров, которые помогают вам быстро приготовить. То есть в тех или иных случаях это тесто, ингредиенты, вареные овощи и так далее. Но если говорить конкретно по собственному производству, то здесь очень тонкая грань, потому что уменьшение частоты похода покупателя в магазин, к сожалению, может отрицательно сказываться на качестве предлагаемого собственного производства. И что может нести негативные последствия по его реализации. Должен ли категорийный менеджер лично контролировать все запасы и оборачивать, собственно, заказы? Категорийный менеджер, ведь поставщик, может быть больше 30 и больше. Категорийный менеджер не должен контролировать заказы. Категорийный менеджер отвечает за параметры заказа, такие как частота по доставке товара. При уменьшении частоты по приходу покупателя должна увеличиваться частота заказа, потому что мы понимаем, что покупатели приходят не все одновременно, не по звонку, если, конечно, у вас магазин не ограничен в конкретных часах работы, и покупатель, ну, и квант, то есть минимальная партия заказа должна уменьшаться. Тогда вы сможете контролировать остатки. Вот если говорить про действия, которые при уменьшении числа покупок и при увеличении среднего чека должны быть произведены, это внеплановый пересмотр частоты и кванты поставки. Контролировать оборачиваемость по своему товару, по своей категории, он должен. Почему? Потому что оборачиваемость, это напрямую у нас связано со среднесуточной реализацией, а как мы сказали, что среднесуточная реализация вашей категории или ваших товаров будет отражать как раз, покупатели приходят к вам за этим товаром, изменилась ли эта оборачиваемость с учетом изменения среди ваших конкурентов или изменения в целом потребления, поэтому оборачиваемость это один из ключевых показателей, который на сегодняшний момент категорийный менеджер должен контролировать. При росте, при необоснованном росте оборачиваемости, ну необоснованной, что мы имеем в виду, когда мы вынуждены запаслись тем товаром, дефицитным товаром на рынке, а если мы понимаем, что этот товар у нас поставляется регулярно, он находится в нашем основном ассортименте и у нас растет оборачиваясь по тем или иным категориям, то мы можем иметь прямое отражение на доступность в целом ассортимента. Какой инструмент используют, чтобы выявить мертвые души? Ну, то, что согласно отчету, остатки по складу. Весь все есть, а фактически товара нет на полке. Фотоотчет, он часто показательный. Если у вас не внедрена система распознавания фотоотчета, и по каждой позиции вы, соответственно, будете видеть, что фотоотчет будет непоказательным. Динамик. Есть, можно контролировать остатки без изменения. То есть нет приходов, остаток не меняется или он не снижается ниже определенного уровня на протяжении длительного периода. Это может быть именно отражением некорректных остатков. При этом, если мы не имеем вообще никакого движения, то есть если у нас есть неснижаемый остаток, то это говорит о том, что какая-то часть товара может быть некорректно отображать остаток. И на самом деле это может влиять на понижение, в том числе и реализацию товара, так как мы получаем меньше пополнения, меньше выкладываем на полку и, соответственно, имеем меньшую среднюю реализацию. Если же товар в целом у нас не меняется по остатку длительный период, то он может относиться к мертвой душе, то есть его вообще в принципе не выкладывают. Но длительный период будет для каждой категории относительно разный. Конечно, нужно ориентироваться на то, что есть ограничения в виде срока годности, часто даже аналитические инструменты или система прогнозирования, которые даже просто идут по принципу FIFO, то есть первый пришел, второй ушел, учитывать, что товар со сроком годности 5 дней уже находится, грубо говоря, у нас в реализации 6, и обнуляет этот остаток, то для товаров, которые не продовольственны, с длинным сроком хранения, мертвые души нужно определять по категории, в среднем, исходя из ориентиров либо по историческим данным вашей компании, либо лучших практик. Следующий вопрос. Категория должна развивать ассортимент товаров СТМ или эту задачу нужно выделить отдельному человеку по всем категориям? Введение СТМ в моей практике было две схемы. Когда мы выделены в отдельную категорию, но даже это больше выделено по ответственности, кто ищет, кто разрабатывает. Но анализировать СТМ, мое практическое мнение, нужно в рамках категории. По каким параметрам? Как оно встраивается в ценовую архитектуру нашего ассортимента? Потому что как недооцененный СТМ, то есть когда мы его продаем очень слишком дешево, он будет на самом деле оказывать тоже негативное влияние, как и когда мы его продаем дорого. Когда продаем дорого, этот СТМ будет у нас не развиваться в продажах и генерить потери. Когда продаем дешево, и ниже средней доходности по категории, он будет нашим с вами, как сказать, постоянной зоной контроля и уменьшать наш с вами средний результат по категории. Поэтому средневзвешенное значение по параметру, здесь будет по параметру доходности, будет с нами все время за счет этого СТМ снижаться. Поэтому в анализе СТМ нужно, чтобы было внутри категории. В части разработки СТМ, поиска СТМ, конечно, не каждый категорийный менеджер, как, например, в вопросе с 30, хотя 30 поставщиков или с большим количеством тысячи СКЮ, он не сможет уделить ему должное внимание. Поэтому разработка, предложение оптимальное по входных условиям по собственной торговой марке может быть выделена, но в анализе СТМ должен быть внутри категории. Потому что недооцененный СТМ на самом деле в моей практике приносит иногда даже хуже, ну, более отрицательное влияние на категорию, чем СТМ, переоцененный СТМ. 30 поставщиков, 6 тысяч СКЮ. Ну, я подозреваю, что это какая-нибудь непродуктовая категория у вас, потому что, либо это магазин в целом с большим количеством, с большим количеством, с большим количеством общего ассортимента. В продуктах какая средняя оборачиваемость в отрасли? Хорошая оборачиваемость считается от 15 до 20 дней, если у вас есть продукты и основные сопутствующие, так сказать, категории, то есть, например, карман для животных мы тоже относим к непродуктам, наличие сигарет в магазине тоже относится к непродуктам, но в принципе в большинстве продуктовых магазинов это обязательно присутствующие категории, да, потому что покупатель, если это не специализированная торговая точка, в продуктовом магазине закрывает эту потребность. Поэтому хорошая, ну, такая целевая оборачиваемость от 15 до 20 дней в зависимости от ширины и глубины вашего ассортимента. С программистом по доработке отчета сколько СКЮ оптимально для одного категорийного менеджера? Когда мы говорим о распределении нагрузки среди категорийных менеджеров, мы смотрим не на количество СКЮ. Мы должны смотреть на равномерное распределение, это было в нескольких моих семинарах и вебинарах, между долей в товарообороте, прогнозном или целевом, либо на запрошедший период, долей в валовом доходе, то есть влияние на валовый доход, до количества поставщиков, да, и количества позиций. Потому что, может быть, что, ну, как пример из моего опыта, да, и как нам сказала, нам приводят, когда мы говорим о том, что 30 поставщиков, 6 тысяч СКЮ, а может быть наоборот, что у нас, соответственно, тысяча позиций, да, и, там, 250 поставщиков. При этом все зависит от того, какая доля в обороте, доля в доходе, количество поставщиков, которые, да, мы должны с ними проводить. И ротация ассортимента. Как я показывала на слайде, где вот обновление ассортимента, то есть категория, где обновление ассортимента занимает 25%, то, соответственно, в ней не может быть большое количество, ее надо разделять между несколькими менеджерами, потому что ежемесячная ротация ассортимента, там, или добавление, или, которое нам необходимо, обновление для покупателя, оно несет дополнительную нагрузку. Также, если мы говорим про ассортимент, а сегодня наше ключевое управление ассортиментом, вернусь, соответственно, на слайде, мы говорим про, из чего состоит наш ассортимент. При высокой доле вот этого локального ассортимента также должна быть уменьшена доля, ну, как бы разделена категория, потому что если основной ассортимент у нас занимает, предположим, 20-30%, а остальное все локальный ассортимент, который зависит от места расположения магазина, то это увеличенная нагрузка, да, соответственно, на категорийного менеджера. По товарной группе мы успели по поставщикам. Категорийный менеджер, он сначала, мы должны составить правильный классификатор, правильную иерархию категорий. В каждой категории у нас есть внешние данные, сколько игроков, например, я недавно для себя проводила, смотрела, что за год, я сейчас не назову, сколько поставщиков, но за год в Российской Федерации продавалось 12 220 наименований чая. Соответственно, при этом я точно знаю, что я не, ну, как бы, я знаю одну сеть в Москве, один магазин даже в Москве, в котором, возможно, я могла бы найти весь этот ассортимент. Ну, либо это должен быть интернет, интернет-площадка, при том тоже интернет-магазин, который не только в основном ассортименте имеет чай, но и торгуют им как маркетплейс, то есть от производителей, от сторонних поставщиков-производителей. Вот, поэтому сначала мы делим, мы создаем классификатор, иерархию, потом создаем категории, понятно, что категорийный менеджер, ну, там, заниматься только солью или только сахаром, это неправильно. Да, можно, конечно, сказать, что доля в обороте, например, или там только только табаком, да, это может позволить себе далеко не каждая компания. Поэтому здесь мы должны говорить о том, что создаем мы сначала категории, а потом оценим, какие группы категорий сопоставимы, опять же, по своей структуре затрат и по, и согласованные между собой по доле влияния данного категорийного менеджера на результат, мы должны распределить между ними. Есть, в принципе, модель, как это посчитать, если сделаете запрос отдельно, пришлем вам информацию по тому, как рассчитать, ну, среднюю нагрузку на категорийный менеджер. Это было в моих нескольких вебинарах, поэтому готова этим еще раз поделиться. Дальше, какая доля в обороте и доходе максимум категорийный может быть? Опять же, я говорю только со стороны своей практики, я не ставлю никогда долю в обороте на одного категорийного менеджера более, вообще, правильно, я считаю, не более 20%. Но есть категория, например, молочная категория может занимать в некоторых розничных, в некоторых форматах, скажем так, магазины и более, да, и тогда, конечно, может быть 25, то есть сколько у нас, на сколько делим? Ну, то есть делить менее чем, либо это должен один человек всем управлять, давайте так, либо, то есть один, и у него есть структура, если это один магазин, да, он может всем управлять, то есть, ну, там дальше люди по отделам и так далее, если, потому что есть примеры, там, управление в фермерский магазин, где все, всеми категории управляет один. Если мы делим, то лучше делим минимум на троих, если, соответственно, мы имеем структуру уже 5-7 категорийных менеджеров, то рекомендую избегать, что одного 5% доли, а у другого 40%, то есть это должно быть равномерное распределение. Ну, и, конечно, по более сильному категории менеджера отдаем большую долю и более сложную категорию. У нас осталось 4 минуты, сейчас вы видите снова ссылку на регистрацию в категории менеджмент «Белые ночи». Еще раз акцентирую внимание, что на сегодняшний момент я считаю, что сделать точный прогноз я не имею возможности, но я могу вам дать инструменты, и те эксперты, которые будут участвовать в категории менеджмент «Белые ночи», дадут поделиться каждой своими инструментами, навыками и практическим опытом в тех или иных вопросах. Без цифр, без данных внутренних и внешних принимать решения не считаю возможным, будучи категории менеджером, поэтому схему в Excel, пожалуйста, напишите, какую конкретно есть распределение, и схему в Excel по анализу ассортимента мы приложим, мы отправим вместе с презентацией тем, кто зарегистрировался и, соответственно, кто слушал вебинар в качестве бонуса. Спасибо вам. Три минуты. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok